Доброе утро. Расскажу вам кое-что. Только что в скайпе имел общение с начинающим партнером, с молодым. Он жалуется о том, что наш брат, коллеги, дистрибьюторы компании, в которой мы работаем, спамят в интернете. Все захламили, все вокруг, что можно, запачкали, захламили, забросали ссылками туда, куда их никто не просил отправлять эти ссылки. Предложения незнакомым людям сыплются стандартные, шаблонные, все на одно лицо, как горох из порвавшегося мешка и захламляют интернет пространство. И вот он жалуется, что таким образом можно загубить бизнес. Абсолютно точно. Это одна из важнейших и, может быть, серьезнейших проблем в сетевом бизнесе. Есть такое выражение, что в соприкосновении с массовым сознанием любая, даже самая совершенная идея, выворачивается наизнанку и становится опороченной, по сути дела. Она сама себя съедает из-за того, что соприкоснулась с массовым сознанием. Но в основной своей массе это из-за дилетантства и из-за глупости, из-за того, что много дураков, которым хоть кол на голове тиши. Они не слышат рекомендаций и не понимают, как устроен и работает этот бизнес. Вот я вот на эту тему хочу с вами поговорить. Итак, каким бы замечательным ни был продукт, как бы замечательно ни настроена была система, как бы прекрасно ни проводилось обучение для дистрибьюторов какой-то сетевой компании, неважно, как бы успешно ни развивались те, кто правильно работает и не зарабатывали бы много денег, при этом находится множество людей и их большинство, которые все губят своим неправильным, непрофессиональным и ужасным поведением. И все это связано с рекламой в основном. Я очень хорошо это прошел и знаю, как это происходит на земле, в реальной жизни. То же самое в интернете, та же самая аналогия. Я уже рассказывал здесь на блоге, но я еще раз расскажу. Вот я делал такую ошибку глупым. Значит, мы работали в интернете, не в интернете, а в живую, в реальности, расклеивали объявления, давали объявления в газетах, там на телевидении, где только можно, листовки на улицах раздавали. Так работали раньше, в старые времена. Некоторые сейчас продолжают это делать. И я замечал, что при интенсивной такой работе начинает быстро расти группа. Я приезжал в город и начинал раздавать листовки, клеить объявления. Делал это интенсивно. У меня появлялись люди на презентациях, после того они подписывались, и все начинали повторять то же самое, что и я. Сначала я был один, и сколько я мог охватить в городе своей рекламой, вот все это и было. А потом нас становилось пятеро, потом нас становилось десять, потом двадцать пять, потом тридцать, потом сорок, потом пятьдесят, потом сто, и все это делали. И основная масса делала неправильно. Они неправильно отвечали на звонки, они неправильно приглашали людей на презентацию, но количество рекламных объявлений, однотипных, нарастало и росло как снежный ком. И чем энергичнее я действовал, чем лучше мы организовали рекламную кампанию, тем быстрее мы гробили город. Потому что люди, откликавшись на эти объявления, наталкивались на кошмар, на непрофессионализм, на то, что говорили по телефону новички. Это было ужасно. Ну а те, которые приходили на презентации, ведь очевидно же, ясно, что большинство не подписывалось. Они приходили, а часто объявления врали, они предлагали работу, а люди приходили и узнавали, а, так это сетевой, а, так это гербалайф, а, так это то-се, а, так... И они уходили разъяренные в бешенстве и рассказывали всем, что там по этому адресу собрались идиоты, которые предлагают глупость. И таким образом, всегда, всегда, мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, что это тупиковый путь, опасный для бизнеса. У меня так радостно, значит, строился бизнес, такое возбуждение от того, что зал наполнялся людьми, что я увеличивал свою организацию, и все это пухло и росло со страшной силой. И люди были такие возбужденные. А потом постепенно, 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 постепенно все съедалось самими же дистрибьюторами. И я, наконец, понял. Несмотря на то, что мне много раз говорили в умных книжках, что это область обманутых надежд. Рэнди Гейдж мне внушал эту мысль, но мне потребовалось несколько лет, чтобы, убедившись, набив полный лоб шишек, понять, что это не работает. Это не работает. Ты съедаешь сам себя. То же самое сейчас происходит в интернете. Замечательный продукт, замечательный бизнес, но толпа людей, которые не понимают, как все это работает, начинает рассылать вот этот вот хлам. Вместо того, чтобы общаться с небольшим количеством людей, ну, по-человечески разговаривать, общаться, почему бы не поговорить с человеком и не сказать ему что-то такое, чтобы его заинтересовало, и отправить его на сайт через некоторое время, после того, когда возникнут какие-то отношения. Ну, как это естественно происходит в жизни, в реальной. Не захламляя рынок, не натыкаясь на людей, не заинтересованных, и не раздражая их, не вызывая бурю по поводу этого продукта. Люди, которые могли бы включиться в бизнес, но два-три раза подвергшись атакам идиотов, они имеют предвзятое отношение к этому продукту, к этому бизнесу, они раздражаются, и потом, когда даже толковый человек к ним обращается, и говорит, а, да какая-то хрень, где идиоты все заспамили, завалили дерьмом этим вашим. Не надо мне эту ерунду. И таким образом губится рынок, губится, собственно, твой собственный бизнес. Неужели этого нельзя понять? Но причины две. Одни не понимают и никогда не поймут. Сожалею, ничего не могу поделать с этим. Но такова реальность. У них здесь не все адекватно. А второе, люди из-за страха, из-за неумения общаться, не желают вступать в прямые контакты с людьми. Они не знают, что сказать. И когда им рассказывают, как надо делать, они не верят. Они не верят, что это слишком, что так все просто. Они не верят, что так все просто. А надо всего лишь ходить на тренинги и тупо повторять, тупо, специально загрубляя, это может не хорошее слово, но тупо. Тупо, то есть не задумываясь, не раздумывая, не доверившись тому человеку, который зарабатывает деньги. Делать простые вещи. Разговаривать конкретно с людьми. Как разговаривать, я не буду говорить сейчас. Это отдельный вопрос. Я отвечаю на недоумение своего новенького партнера. Зачем люди, имея хороший бизнес, губят его собственными руками, рассылая спам и обращаясь к незнакомым людям через инструменты рассеивания ссылок. Зачем они это делают? Это только раздражает людей. Это не дает выхода. Это давно не работает. Это аналогично человеку, который стоит на улице и раздает листовки. А люди от него отмахиваются, как от заразного, и обходят стороной. А если и берут в руки, то тут же бросают. Выход мизерный, копеечный. Из 10 тысяч один. Нет, он тупо стоит и раздает листовки, в которые вложил кучу денег. Точно то же самое делает человек, который спамит в интернете. Не надо этого делать. Будем работать умно, правильно, и тогда у нас будет результат. Всего доброго.